МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос об итогах летней оздоровительной кампании. Помнится, совсем недавно мы подводили итоги 2013 года, уже пролетело время года 2015. Лучше ли и хорошо ли отдохнули наши ребята в этом году? Я думаю, что 1 сентября приход ребят в школу, время покажет, как они отдохнули. Но мы, взрослые, надеемся, что ребята отдохнули хорошо, потому что традиционно уже в Архангельске было применено несколько форм организации летнего отдыха детей. И прежде всего, это, конечно, лагеря с дневным пребыванием. И надо сказать, что в 58 лагерях с дневным пребыванием за прошедшее лето, а оно уже, можно так сказать, прошло, отдохнули 4195 юных архангелогородцев. Это больше по сравнению с 2014 годом. То есть это говорит о том, что данная форма отдыха, она родителями востребована. И, конечно же, прежде всего для младших школьников в первый летний месяц в июне. Но наши лагеря работали и в июле, и в августе. То есть при необходимости мы эту форму, эту услугу предоставляли родителям во все летние месяцы. Кроме этого, конечно же, самая, наверное, любимая ребятами форма отдыха – это специализированные профильные палаточные лагеря. 17 профильных лагерей было организовано силами города Архангельска, 10 передвижных туристических, 7 стационарных специализированных. Порядка более полутысячи ребят отдохнули в этих лагерях. И, конечно же, самый любимый из этой категории лагеря – это лагерь «Архангел», который отработал 4 смены. Лагерь расположенный на острове Краснофлотский, палаточный, военно-патриотический лагерь. Лагерь очень полюбился юным архангелогородцам, мальчишкам. И на сегодня уже мы прорабатываем вопрос открытия смен не только для мальчиков, но и с участием девочек, потому что желающих среди девчонок тоже оказалось очень много. И я думаю, что за этим лагерем большие перспективы. Ну и традиционная форма отдыха юных архангелогородцев – это загородные, стационарные лагеря. В этих лагерях у нас отдохнуло на сегодняшний день, вот мы, подводя итоги летних месяцев, можем сказать более 4,5 тысяч архангелогородцев. Это на 21% больше, чем в 2014 году. Но еще до 18 сентября мы будем принимать документы от родителей и работодателей на оплату проезда в загородные лагеря. И пользуясь случаем, хотелось бы об этом напомнить тем, кто еще не успел бы сдать нам документы. И тогда мы подведем уже окончательный итог, сколько ребят воспользовалось отдыхом именно в загородных лагерях, потому что за счет городского и областного бюджетов мы оплачиваем путевки родителям для того, чтобы они смогли были отправить своих детей в эти лагеря. Ну и чем может быть лето 2015 года отличается от предыдущих всех летних каникул? Это наш городской достаточно масштабный проект «Летний марафон». Это работа учреждений культуры с теми детьми, кто свои каникулы проводил дома, кто не уехал ни в лагеря, ни к бабушкам отдыхать. И ребята смогли побывать у нас во всех культурных центрах города. Был выпущен специальный сборник, интернет-вариант его был на сайте. Очень читаем оказалось, он очень востребован. И благодаря вот этому мини-путеводителю архангельские дети могли вместе с родителями посмотреть, каждый день в каком культурном центре, что у нас происходит, в какой библиотеке проходят мероприятия, и в них побывать. К первому сентября, вот сейчас мы подводим итоги, все культурные центры проводят статистику, я думаю, на следующей встрече мы можем эту цифру обозначить. Но то, что эта форма оказалась успешной и удачной, сегодня уже можно сказать смело. Надеюсь, что эта форма во многом помогла ребятам подготовиться и к новому учебному году, уже завтра он стартует. Все ли школы готовы? Как готовились наши школы к первому сентября? Сегодня можно уже сказать, что подготовка школ к новому учебному году завершена. На протяжении уже нескольких лет школы города Архангельска к первому сентября имеют стопроцентную готовность, потому что на первое сентября мы традиционно завершаем работы капитального и текущего характера. Мы подводим итоги по готовности наших средств безопасности, средств пожаротушения, первичные технические средства охраны, то есть видеонаблюдение. Это все у нас также готово. И специальные комиссии в последние, вот сейчас августовские дни, проводят приемку школ. В эти комиссии входят представители всех надзорных органов, представители территориальных округов, представители департамента образования. И они дают оценку готовности образовательных учреждений. И вот сегодня, подводя итоги работы комиссии, в общем-то можем сказать, что школы на 100% к завтрашнему дню готовы. Детские сады, ситуация с ними как обстоит? И, собственно, ремонты в них также проводились? Все детские сады, все учреждения дополнительного образования, спортивные школы, школы искусств, они также у нас подготовлены к началу учебного года, но в детских садах учебный год и период пребывания детей, он не прекращался даже в летнее время. Надо сказать, что уже на протяжении двух лет, 14-15 год детские сады у нас не закрываются на длительное время, на летние каникулы, потому что эта услуга очень востребована родителями, и родители хотят ребенка и в летний период водить в детский сад. Да, там не ведется достаточно большой образовательный процесс, но развивающий, присмотр и уход, конечно же, это все работало. Но, тем не менее, мы смогли все детские сады подготовить к началу зимнего периода прежде всего, и мы готовы уже к приему теплоносителя, и я надеюсь, что как только погодные условия будут нам это диктовать, мы сделаем это. И, конечно же, наши школы, спортивные школы, дома детского творчества, тоже готовы к встрече юных архангелогородцев на 2015-2016 учебный год. Ирина Васильевна, ясно, что дети у нас в школу спешат стремяться. Что их там ожидает? Имею в виду, хватит ли учебников, чтобы процесс образования был максимально результативным, ну и хватит ли педагогов? Есть ли они сегодня, достаточно ли их? Приходят ли новые кадры? Школы города Архангельска на 100% обеспечены учебниками и учебными пособиями. Субсидию из областного бюджета на приобретение учебников мы тоже получаем уже не первый год. На сегодняшний день к новому учебному году школами города закуплено порядка 75 тысяч учебников на сумму 13,5 миллионов рублей. Еще раз подчеркну, что это деньги областного бюджета. Мы не закупаем деньги ни за средства родителей, учебники ни за средства родителей, ни за средства городского бюджета. Вот это областная субвенция. Для учащихся пятых классов у нас обновлены полностью все учебники на 2015-2016 год в связи с переходом именно этих классов на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Ну а остальным ребятам в разных классах часть учебников в связи с их уже ветхостью, она заменена. Поэтому каждому школьнику свой комплект учебников уже подготовлен. Если говорить об укомплектованности кадрами, то на 100% можно сказать, что школы города Архангельска обеспечены кадрами. Число молодых педагогов у нас с каждым годом, пусть понемножечку, но тоже растет. На 1 сентября 2015 года 19,4% педагогического состава как школ, так и детских садов – это молодые педагоги. Муниципалитет по-прежнему продолжает поддержку молодых педагогов за счет средств городского уже бюджета. Очень огромное внимание уделяется методической подготовке молодых педагогов. И в течение трех лет педагогические коллективы стараются молодого коллегу поддержать и на это обращают огромное внимание. И, конечно же, здесь не остаются в стороне педагоги-инноваторы. Наши инновационные образовательные учреждения, они тоже поддерживают и молодых педагогов, и, конечно же, развитие в целом педагогических коллективов тоже не остается в стороне. Ирина Васильевна, знаю, что в этом году удалось открыть дополнительно 5 групп в детских садах на 110 мест. Как удалось это сделать и в целом, как решается вопрос с местами в детских садах? Ну, надо сказать, что на 2015-2016 год в детские сады направлено 4,5 тысячи детей. Если вспомнить историю, то, наверное, года 3 назад мы говорили о цифре 3,5 тысячи детей. То есть на тысячу детей мы в плановом уже порядке отправляем больше, направляем больше в детские сады. Это все дети, достигшие трехлетнего возраста на 31 декабря 2015 года. Опять же, возвращаясь в историю, раньше мы говорили о достигшие трехлетнего возраста на 1 сентября. Сегодня даже тех ребяток, которым не исполнилось 3 года на 1 сентября, они вот родились в сентябре, октябре, ноябре, мы их всех обеспечили местами в детских садах. В том числе, вот в числе этих 4,5 тысяч, около 300 детей мы в этом году смогли направить в детские сады в возрасте от полутора до трех лет. Конечно, это прежде всего льготные категории граждан. Но, в общем-то, мы смело можем констатировать тот факт, что указ президента о предоставлении детям в возрасте от трех лет и старше мест в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитет выполнил. И к 2016 году мы смело заявляем, что на 100% мы всех детей местами обеспечили. Да, действительно, мы открыли пять дополнительных групп. На это были предусмотрены средства городского бюджета. Во всех группах к 1 сентября у нас сейчас уже завершился ремонт. Ремонт. Группы оснащены оборудованием, игровым, поставлена новая мебель, приняты на работу новые воспитатели, нянечки. То есть уже сформированы списки, и мы ребяток уже направили на медицинские комиссии, и они у нас начнут с 1 сентября, кто-то с 5, кто-то с 7, 8, 10 начнут поэтапно поступать в эти группы. Значит, кроме этого, мы с нетерпением ждем, и я надеюсь, что на днях состоится открытие детского сада на 280 мест на улице Розы-Люксембург. Это детский сад «Веселые звоночки» за номером 117. Этот детский сад правительство Архангельской области планирует, передает собственность муниципалитета. У нас уже сформированы тоже списки детей, и я надеюсь, что в ближайшее будущее этот детский сад у нас откроется. Но мы не стоим на месте, и на 2016 год мы также планируем для себя работу по открытию дополнительных мест. И если в 2015 году, с учетом вновь открываемого детского сада, у нас будет 609 мест дополнительных, то мы планируем примерно 150 мест открыть на 1 сентября 2016 года, то есть уже такие планы есть. И дополнительно 7 групп у нас появится в детском саду 16, 180, в детском саду, который создан при школе номер 5, в детском саду при школе номер 93. И у нас завершится переход школы-сад 77, статус детского сада, и в этой школе также будут открыты дополнительные группы. Таким образом, я думаю, что мы постараемся еще более снизить проблему с предоставлением мест детям в возрасте от 2,5 до 3 лет. Ну, а если нам удастся в 2016-18 годах еще и построить детский сад в округе Соломбальском и Майской горки, то таким образом можем смело сказать, что проблема для предоставления мест детям в возрасте с 2 до 3 лет будет решена в городе Архангельске также на 100%. Вот такие наши планы. Ирина Васильевна, Вы как раз говорили о том, что и спортивные наши школы, и спортивные объекты тоже готовы к 1 сентября. Ну, здесь особо, наверное, нужно отметить Дю США номер 6, где заканчивается грандиозная реконструкция стадиона. Вот когда он сможет принять ребят, и как в целом все остальные объекты у нас готовы к новому сезону? В настоящее время основные работы по строительству стадиона окончены. Сейчас стадион проходит процедуру сертификации, потому что для того, чтобы проводить масштабные спортивные соревнования, спортивное сооружение любое должно иметь специальный сертификат. Первый раз комиссия приезжала уже, провели свои экспертизы и выявили некоторые дефекты, которые в силу погодных условий, в силу нашего Крайнего Севера, они возникли при укладке футбольного поля. Поэтому сейчас мы до конца октября должны, прежде всего, отремонтировать трибуны стадиона, работы ведутся полным ходом, решить проблему с сертификацией. И я думаю, с учетом того, что это все-таки футбольное поле и легкоатлетическая территория для занятий легкой атлетикой, поэтому функционально стадион заработает в мае следующего года, а вот готовность его мы должны сейчас осенью уже увидеть. Ну а если говорить в целом о работе спортивных школ, то, как я уже и говорила, все спортивные школы провели текущий косметический ремонт, масштабные достаточно работы прошли в Высокогорском детско-юношеском центре, и детско-юношеский центр к началу учебного года у нас получил спортивное оборудование на 14,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Городской бюджет не стоял в стороне, и софинансирование в размере 730 тысяч мы смогли выделить учреждению, плюс еще затраты на подготовку и монтаж оборудования 940 тысяч рублей. И в настоящее время Исокогорский детско-юношеский центр имеет у нас новый универсальный игровой зал с современным покрытием, зал пауэрлифтинга и зал тяжелой атлетики, то есть это достаточно тоже хороший и качественно спортивный объект у нас. Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Усова, как мы теперь называем спортивную школу номер 2, также очень много работ провели в этом учреждении при подготовке к новому учебному году. Там провели замену системы освещения, установили светодиодные лампы, это тоже достаточно, во-первых, и энергоэффективно, и для освещения в спортзалах тоже очень важно. Там оборудована новая система безопасности, зал для занятий акробатикой и гимнастикой, это тоже очень важно, потому что не просто надо предоставить возможность заниматься спортом, но надо, чтобы условия были безопасные для ребенка прежде всего. В школе номер 6, которая у нас расположена на стадионе «Волна», само основное здание, да, там произведен ремонт кровли, также установлена система вентиляции в Борцовском зале в Северном округе, то есть много что поделали, и я думаю, что 1 сентября, придя записываться в спортивные секции, ребята увидят спортивные школы в обновленном виде. Ну и найдут себе занятия, безусловно, по душе. Ирина Васильевна, новые учебные программы, новые какие-то методики будут ли внедряться в новом учебном году, и как будет выстроена эта деятельность? Ну, надо сказать, что в Архангельске педагоги всегда идут на полшага, но вперед. Российское образование и образование Архангельска развивается достаточно успешно, и здесь огромная роль департамента образования мэрии города Архангельска, потому что при департаменте разработана очень интересная и достаточно хорошо функционирующая сетевая модель методического сопровождения. У нас в городе работает 23 опорных образовательных учреждения, 15 базовых учреждений по различным методикам. Но если говорить о новинках, то, конечно, прежде всего это реализация федерального государственного стандарта. И причем не только в начальном общем и основном общем образовании, но уже и в дошкольном образовании. Федеральные площадки по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования у нас размещены в трех детских садах. 148, 174 и 178 детские сады. Их можно назвать первыми пилотными площадками по реализации федерального государственного стандарта в дошкольном образовании. Постепенно на этот стандарт перейдут все детские сады. При введении федерального государственного стандарта в системе начального и общего образования здесь лидеры среди школ города. Это школа номер 10, школа 37, школа номер 43, 45 и школа 95 и Архангельская школа Соловецких юнг. Вот именно эти образовательные учреждения были первыми. И сегодня более 14 тысяч архангельских школьников на завтрашний день обучаются уже по новому образовательному федеральному государственному стандарту в начальной школе. И почти что 4,5 тысячи школьников по основному общему образованию. Это достаточно глубокая работа педагогов и об этом стоит говорить. Сегодняшнее яркое событие — это открытие памятника северным конвоем. Оно показало, что в городе Архангельске педагоги уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию юного поколения. И вместе с ветеранами сегодня в открытии памятника участвовали наши кадеты, учащиеся в школах города Архангельска. И поэтому вот еще одно интересное направление — это, конечно же, патриотическое воспитание. Это создание школьных военно-спортивных клубов в городе Архангельске. И здесь у нас новаторы, лидеры. Это школа номер 62, школа номер 55. Это Центр технического творчества и досуга школьников. Детский сад номер 6 также очень активно участвует в этой работе. И я думаю, что Архангельск, как город воинской славы, начинаниями педагогов-новаторов по патриотическому воспитанию может смело гордиться. Я уже говорила сегодня об обеспечении безопасного поведения детей и подростков в сети интернет. Это школа номер 4. Это тоже интересная, очень образовательная программа. Духовно-нравственное воспитание школьников на базе трех школ. Школа номер 9, школа номер 45 и школа номер 50. Тоже очень огромный пласт работы. Развитие технического инженерного образования. Это гимназия 24, гимназия 3, Центр технического творчества. И здесь нельзя не вспомнить педагога-новатора Дниса Геннадьевича Копасова, который у нас является автором программ и учебников по робототехнике. И его опыт работы, он известен не только в Архангельске и Архангельской области, но и в целом по России. Это, конечно же, сегодня в год литературы нельзя не говорить о филологическом образовании. И здесь у нас, конечно же, лидируют наши гимназии. Это гимназия 6 и 21 и школа номер 52 имени Героя Советского Союза Геннадия Ивановича Катарина. И вот если говорить о годе литературе еще раз, то это, конечно же, проект успешное чтение, который сегодня реализуется у нас на площадке гимназии номер 6 во главе со Светланой Альбертовной Ширяевой. Математическое образование, на которое сейчас тоже в Российской Федерации уделяют огромное внимание, и концепция реализуется по развитию математического образования. Здесь у нас лидер школы номер 14 имени Якова Лейцингера. Вот такие у нас интересные школы. Каждая школа интересна по-своему. В каждой школе работают свои педагоги-новаторы. И я думаю, что завтра, придя в любую школу, ребенок увидит любящего, интересного учителя и получит огромные возможности получить знания и пройти становление с 1 по 11 класс. Я знаю, что наши школы, а именно детские школы искусств, одна из них Тоника, новый учебный год встретят в совершенно новом формате. Если подробнее. Да, действительно, сегодня в Российской Федерации идет речь о том, что школы искусств должны не просто быть учреждениями дополнительного образования детей и заниматься организацией содержательного досуга детей, а прежде всего они должны стать, и они таковыми были ранее, стать предпрофильными площадками, стать, в общем-то, можно сказать, тем мостиком в профессию, который ребенок может получить, выбирая музыкальное образование. И вот школа искусств 43 Тоника, постановлением мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 года у нас получила новый статус. Сейчас это городская музыкальная школа классика. Отличается не только названием. Педагогический коллектив именно этой школы с 1 сентября займется более углубленным обучением игры на различных музыкальных инструментах и подготовкой ребят в профессию. То есть это будут первые шаги в профессию. И мы здесь убираем вот уже направление, связанное с прикладным творчеством, а акцент делаем именно на музыкальное образование юных архангелогородцев. И вот поэтому они у нас стали городской музыкальной школой. Хочется поговорить о родителях, а именно о том, что собрать детей в школу сегодня, в общем-то, процедура такая сложная и не из дешевых, скажем так. Предусмотрена ли компенсация на покупку учебников, других материалов, скажем, для малообеспеченных семей? Мы уже говорили о том, что все учебники, независимо от статуса семьи, ребенку предоставляются бесплатно. Учебные расходы — это ручки, тетради, рабочие тетради. Очень часто родители путают учебник и рабочую тетрадь. Учебник — это то, что ребенок читает, но в нем не пишет. Если он где-то там прописывает, прорисовывает, это уже рабочая тетрадь. Пусть она там с элементами изложения какого-то нового материала, но это уже расходный материал. И этим пользоваться может только один ребенок. Он порисовал, там пописал, и уже другой ребенок этим не может использовать. Это, конечно, ложится на плечи родителей. На сегодняшний день закон об образовании закреплив гарантию только бесплатного права получения учебников. Что мы делаем, каким образом пытаемся поддержать тех, кто нуждается в помощи? Это городская акция «Скоро в школу». Вот уже с 21 августа мы выходим в семьи, которые нуждаются в помощи и поддержке, к будущим первоклассникам. Таких детей у нас в этом году по городу 27. И за счет городского бюджета мы вручаем наборы первоклассникам. Там ручки, тетрадки, карандаши, в общем, все то, что необходимо в школу в первый класс. Но с учетом того, что это семьи особой заботы и особого внимания, мы, конечно же, смотрим и проверяем, как органы опеки и возможности родителей, как они подготовили учебное место будущего первоклассника, как у них подготовлена форма для ребенка. То есть не порождаем вот это иждивенчество, что принесем все и будет готово. Но и пытаемся родителей простимулировать и объяснить им, что надо ребеночка собрать в школу. Многодетные семьи, они традиционно у нас получают дотации на тоже подготовку детей, но это за счет средств областного бюджета. Но и не остаются в стороне у нас благотворители, потому что Центром охраны прав детства уже на протяжении нескольких лет у нас проходит акция, организованная именно этим центром, которая также носит название «Скоро в школу». И они собирают средства от благотворителей на пожертвование, на подготовку детей к школе из семей особой заботы, где они оказались в трудной жизненной ситуации. Архангелогородцы с удовольствием откликаются на призыв Центра охраны прав детства. И мы, конечно, за это благодарны, потому что с помощью городского бюджета, с помощью благотворителей, таким образом, общими усилиями мы собираем ребят в школу из семей, где есть трудная жизненная ситуация. А все остальное, конечно же, ложится на плечи самих родителей. Вопрос, который родителей наверняка тоже волнует, постоянно вопрос безопасности, безопасного пребывания в школе. Какие меры сегодня предусмотрены в наших учреждениях, чтобы ребята могли безаварийно, в штатном режиме провести учебный день? Все объекты образнования, во-первых, оснащены кнопкой тревожной сигнализации, потому что действительно родители волнуются за жизнь и здоровье своих детей. И, не дай бог, если в какой-то такой ситуации сложной, сотрудники школы могут вызвать органы полиции, и те безукоризненно прибывают в школу. Кроме этого, все школы оснащены системой автоматической пожарной сигнализации. Причем, надо сказать, что на сегодняшний день у нас эти все системы выведены сигналом о пожаре на пульт пожарной охраны. Это тоже достаточно недешевое удовольствие, но школы получили на это средства в ходе текущих ремонтов. На начало нового учебного года 43 школы из 52 у нас имеют камеры видеонаблюдения. Это 83% школ. То есть уже современное оборудование, и на пульт все это выведено, все это видно, что где, как происходит. Но надо не забывать о том, что 1 сентября – это еще и начало операции «Внимание, дети!», когда сотрудники ГИБДД также выходят на дороги. Мы в школе рассказываем и напоминаем нашим юным архангелогородцам о правилах дорожного движения. И здесь нашими самыми главными помощниками становятся сотрудники ГИБДД. Завтра мы увидим на всех переходах, ведущих к школам города Архангельска, сотрудников ГИБДД, которые будут дежурить. И эта акция продлится на протяжении всего месяца. Кроме этого, мы уделяем огромное внимание безопасности детей и в ходе организации образовательного процесса с использованием сети интернет. И уже сегодня говорим о безопасности детей при пользовании мобильной сотовой связью. Это тоже очень важно. И сегодня в городе Архангельске есть школа номер 4, которая стала опорным учреждением по разработке различных программ, проектов именно по безопасности детей, связанной с интернетом и сотовой связью. На всех компьютерах, которые у нас используются в учебном процессе, у нас установлены контент-фильтрация, которая обеспечивает ограничение доступа к сети интернет. И не предоставляет возможности получать всю запрещенную информацию. То есть мы это очень тоже жестко отслеживаем. Поэтому я думаю, что родителям, отправляя своего ребенка в школу, можно не переживать о том, что там что-то опасно может быть для его ребенка. Кроме этого, надо сказать, что мы еще заботимся и о создании достаточно благоприятной среды для детей, особой заботы. И сегодня у нас активно участвуют школы города Архангельска в рамках программы «Доступная среда» в переоборудовании входа в здание образовательного учреждения, то есть чтобы создавать беспрепятственный доступ. Это переоборудование санузлов специализированных, это приобретение специализированного оборудования. И вот эта программа, действующая с 2011 по 2015 год, она позволила нам достаточно неплохо подготовить школы, где обучаются дети особой заботы, вот для того, чтобы им было достаточно комфортно находиться в наших образовательных учреждениях. — Ну, наше образовательное учреждение откроет свои двери уже завтра. 1 сентября в СМИ прозвучало предложение перенести дату начала нового учебного года на неделю позже, мол, дети не успевают вернуться с мест отдыха. Как вы относитесь к такой идее? Стоит ли это делать? — Я думаю, что не стоит ломать сложившуюся уже десятилетиями традицию. И традиционно 1 сентября — это праздник, это, наверное, каждый из нас из своего детства помнит, как он собирался в школу, да, с каким трепетом мы отправляли в школу своих детей. Это об этом помнят и бабушки, и дедушки, как они сами шли в школу. И поэтому я думаю, что это обсуждение в СМИ действительно идет, но и Министерство образования Российской Федерации, и педагоги города Архангельска. Мы не поддерживаем эту идею, потому что не надо ломать хорошие, добрые традиции. Те, кто не успели приехать с отдыха к 1 сентября, могут не успеть и к 15 сентября. Тогда что, до 1 октября будем относить учебный год? Поэтому я думаю, что с учетом того, что тогда, если мы перенесем на 15 сентября, то тогда мы в июне должны, чтобы выполнить учебный год, а это уже первые летние денечки, зачем ребятам сокращать каникулы. Поэтому, наверное, лучше всего оставить 1 сентября хорошим, добрым праздником детства. Ирина Васильевна, и вот на такой замечательной, позитивной ноте ваши поздравления нашим ребятам, лично вас и от мэрии Архангельска, с новым учебным годом. Ну, конечно же, нашим детям хочется пожелать, прежде всего, новых знаний, новых открытий, новых друзей встретить, тем ребятам, кто впервые пришел в школу. Я думаю, что педагогам хочется пожелать в этот день очень интересных и любознательных учеников. Но о всем нам вместе счастье, мира, добра, благополучия и успешно учиться, познавать, открывать мир во благо нашего любимого города, города Архангельска. Ирина Васильевна, спасибо большое за такие теплые пожелания, за беседу и до встречи в новом учебном году. И вам удачи. Напомню, что гостем программы в центре внимания была заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. А я, Артемий Заварзин, желаю вам всего доброго, а нашим школьникам и дошколятам успешного начала нового учебного года. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин